В неумелых руках почему системы не защитили Саудовскую Аравию 20 сентября 2019 года газета В неумелых руках почему системы не защитили Саудовскую Аравию эксперт о том, почему Саудовская ПВО не смогла защитить нефтяные объекты беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты еменских повстанцев Хуситов 14 сентября нанесли удар по заводу национальной нефтяной компании Саудовской Аравии В результате возник пожар, и объектом Саудовской компании был нанесен значительный материальный ущерб Почему Саудовской Аравии не удалось отразить атаку, разбирался военный обозреватель газеты Михаил Ходоренок Гассекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны Саудовской Аравии, в том числе и американские ЗРС Патриот, не смогли отразить удар беспилотных летательных аппаратов Хуситов на нефтяные объекты государственной компании Сауди Арамко Об этом пишет Ассоциейтед Пресс По его словам, иногда системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат, и даже самые лучшие из них не всегда перехватывают цели Мы будем работать над тем, чтобы подобные атаки больше не имели успеха, подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства По данным агентства, у Саудовской Аравии есть несколько передовых систем Патриот Однако неизвестно, расположены ли они вблизи нефтяных объектов в королевстве Кроме того, американские системы ПВО предназначены для точечной обороны, а не защиты широких участков территории Даже по этим немногим словам заметно, что в Ассоциейтед Пресс Никто и никогда ранее не был причастен к организации противовоздушной обороны в целом и зенитной ракетной обороны в частности Таких терминов, как точечная оборона и защита широких участков территории, специалисты в области ПВО никогда не употребляют При этом какие-либо исчерпывающие выводы по событиям утра 14 сентября на объектах компании Сауди Арамко Делать преждевременно, ибо абсолютно нет никакой достоверной информации Каков был замысел по прикрытию этого особо важного предприятия Какие для решения этой задачи привлекались силы и средства Каким образом было организовано боевое дежурство по противовоздушной обороне И как протекал противовоздушный бой по отражению ударов усидских дронов и крылатых ракет Да и был ли он в принципе Крылатые ракеты, КР, и беспилотные летательные аппараты, БЛА Обычно наносят удар с предельно малых высот порядка 60-100 метров Причем оба средства воздушного нападения характеризуются, как правило, малой радиолокационной заметностью Радиолокационными средствами, как станциями дежурного режима Так и стрельбовыми радиолокаторами КР и БЛА обычно обнаруживаются в условиях среднепересеченной местности У специалистов в области радиолокации она называется подстилающей поверхностью На дальности 16-18 километров После этого практически сразу по ним надо открывать огонь И встреча ракеты с целью в этом случае обычно происходит на дальности 11-13 километров То есть сразу надо понять и учесть, что при введении огня по целям такого типа дальности обнаружения Захвата на сопровождение, открытие огня и поражение сравнительно невелики И лишнего времени на раздумья в ходе боевой работы практически нет Все операции надо выполнять буквально за секунды А это предъявляет весьма высокие требования к организации системы радиолокационной разведки и системе обработки радиолокационной информации Поскольку зенитные ракетные системы и комплексы нельзя держать во включенном состоянии и режиме поиска цели круглой сутки То есть радиолокационное поле, созданное в этом случае подразделениями радиотехнических войск Должно обеспечивать практически мгновенную выдачу необходимых беспоисковых цели указания гневым средством Чтобы сделать это, проведя все необходимые расчеты Вокруг охраняемого объекта необходимо развернуть требуемое количество радиолокационных рот и батальонов В которых радиолокационные станции в непрерывном режиме, по графику, вели бы разведку воздушного пространства Следующий этап – создание системы зенитного ракетного прикрытия и организация боевого дежурства Опять-таки это требует и расчетов, и проведения необходимых рекогносцировочных работ В результате надо определить, сколько зенитных ракетных полков, дивизионов, батарей потребуется для создания равнопрочной по эффективности зенитной ракетной обороны объекта Чтобы обеспечить уверенное поражение воздушного противника, в первую очередь, на предельно малых высотах Группировка зенитных ракетных войск в этом случае должна быть смешанного состава То есть для решения поставленных задач привлекаться средства ближнего действия Малой, средней и большой дальности Радиоэлектронные средства группировки должны работать во всех возможных частотных диапазонах Включая оптический, огневые подразделения обеспечены не менее чем двумя боекомплектами ракет Наконец, следует организовать боевое дежурство как радиотехнических, так и зенитных ракетных войск При этом определить, какие средства и в какой готовности к открытию огня должны находиться на стартовых позициях Какие боевые расчеты, дежурные и боевые смены, быть в этом случае на рабочих местах Наконец, не следует забывать, что для надежного прикрытия обороняемого объекта надо создавать полноценную систему истребительного авиационного прикрытия А также привлекать в этих целях подразделения и части радиоэлектронной борьбы И самое главное, подразделения радиотехнических, зенитных ракетных войск и истребительной авиации должны быть укомплектованы хорошо подготовленным и мотивированным личным составом Порой это важнее ТТХ образцов вооружения и военной техники Если же конкретно разбираться с саудовскими подразделениями ПВО, то можно не сомневаться, что выяснится следующее Радиолокационных и огневых средств для прикрытия объектов государственной кампании Сауди Арамко Было выделено недостаточно, они не были сведены в какую-либо стройную систему Боевое дежурство было организовано с большими погрешностями Подготовка личного состава на деле оказалась крайне неудовлетворительной Так что, Патриот, тут совсем ни при чем Оружие в неумелых руках и без должной организации никогда не сможет проявить заявленные производителем характеристики Кстати, объективности ради следует отметить, что американская ЗРС Патриот, обладает заслуживающей уважения боевой биографией Ранее президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские зенитные ракетные системы С-400 По его словам, российские системы ПВО способны надежно защитить любые инфраструктурные объекты И все зависят от мудрого государственного решения Эрлияда К этому следует добавить, что Саудитам к С-400 надо непременно прикупить средства разведки АСУ, РЭП, из РК ближнего действия и малой дальности, Панцирь и в первую очередь, ТОР Вот тогда требуемыми средствами ПВО Саудовская Аравия будет обеспечена Дело останется только за высоко подготовленным личным составом Михаил Ходоренок, военный обозреватель газеты Р. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции Биография автора Михаил Михайлович Ходоренок Полковник в отставке Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище 1976 Военную командную академию ПВО 1986 Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 1980-1983 годы Заместитель командира зенитного ракетного полка 1986-1988 годы Старший офицер главного штаба войск ПВО 1988-1992 годы Офицер главного оперативного управления генерального штаба 1992-2000 годы Выпускник военной академии генерального штаба вооруженных сил России 1998 Обозреватель независимой газеты 2000-2003 годы Главный редактор газеты Военно-промышленный курьер 2010-2015 годы Михаил Ходоренок Право на данный материал принадлежат газета Р. Материал размещен правообладателем в открытом доступе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова